Тамбов готов к борьбе с эпидемией. Так, один из корпусов областной больницы выделили для лечения больных пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Рассчитано отделение на 80 коек. Центр посетил губернатор Тамбовской области, чтобы лично убедиться в его готовности к приему пациентов, а также познакомиться с персоналом. На вас основная надежда, и громкие слова, действительно, так и есть, потому что кроме вас, наверное, никто это купировать, по большому счету. Уже вот в тех случаях, когда это заражение имеется у человека, не сможет. Поэтому дай бог, чтобы не было, еще раз говорю, никаких плохих сценариев. Но готовы мы должны быть на все 100%. Многие зараженные коронавирусом переносят болезнь в легкой форме и полностью выздоравливают. Однако в части случаев инфекция вызывает пневмонию и дальнейшие серьезные осложнения. Новый центр как раз рассчитан на таких пациентов. Именно поэтому половина коек здесь оснащена аппаратами искусственной вентиляции легких. Так это новые аппараты? Да, да. А мы здесь лазим, хотели, чтобы производить. Заведущий наш будет. Хороший эксплуатацию, достаточно устойчивый, несколько режимов дыхания, поддержали дыхание, есть СИПА-призим, как это положили, как нам рекомендуют ненавозимые вентиляции. Все у нас в работе, все подготовлены, все готовы, которые сидящие аппаратуры. Вот ненавозимый характер, вводя, ненавозимый здесь не потребуется. Кроме того, в отделении оборудованы специальные кабинеты для диагностики. В них есть все необходимое для контроля состояния пациентов. От аппаратов для лабораторных экспресс-анализов до рентгена. Проводится ультразвуковое исследование органов брюшной полости, плевральных полостей в случае необходимости. Это у нас бронхоскоп. И доктора, вот которые будут работать. И приближенную плененную палату. Все это при поступлении и в случае необходимости контроль в динамике. И, конечно, самое важное для выздоровления пациентов – люди в белых халатах. Персонал включает анестезиологов, реаниматологов, врачей-специалистов, диагностов, медсестер, лаборантов и многих других. Всего спасением зараженных в центре займутся более ста медработников. И так как эта инфекция новая, сотрудники прошли специальное обучение и продолжают непрерывно изучать всю поступающую информацию. У нас существуют еще вебинары, мы общаемся на вебинарах, у нас в теле медицинские консультации. Вся программа, которая идет по разработке борьбы с коронавирусной инфекцией, вся новейшая программа, мы здесь же детально изучаем. То есть распространение этой программы идет мгновенно. В течение, скажем, полудня, даже где-то меньше. Все это изучается, все это анализируется, выстраивается система, по которой мы должны работать. Этот центр стал большим, серьезным шагом в борьбе с эпидемией в регионе. Но впереди еще много работы. Наша следующая задача – идти по маршруту дорожной карты, разработанной и утвержденной Минздравом России. Следующий пункт у нас – Рассказовская больница, потом Тамбовская центральная районная больница. То же самое – получаем оборудование, укомплектовываем и прочее. Сегодня, должен сказать, из всех находящихся на госпитализации, у нас пока нет ни одного, к счастью, я вот очень так акцентированно об этом говорю, к большому счастью у нас нет ни одного с тяжелой формой. Однако уже есть несколько человек с пневмонией легкой и средней степени тяжести. По словам губернатора, в скором времени их переведут в этот специализированный центр. Медики надеются, что распространение вируса удастся сдержать. И вы тоже можете этому посодействовать. Просто соблюдайте известные меры предосторожности и не выходите из дома без необходимости. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Анна Мусатова. Область новостей.